Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова В качестве мер поддержки инвесторам компенсируют часть затрат на создание инженерной инфраструктуры. Третий проект – это создание индустриального парка «Нефтекамский». На сегодняшний день на его площадке работают пять компаний по выпуску алюминиевых корпусов для светотехнической продукции, изготовлению оборудования и сухих строительных смесей, производству автомобильных сидений и другие. Судебные приставы республики с начала этого года получили порядка 105 тысяч исполнительных производств по взысканию 9,2 млрд рублей просроченной задолженности по кредитам и микрозаймам. Об этом в интервью телеканалу РБК УФА сообщил руководитель УФССП по Башкортостану Ильнур Махмутов. Таким образом, на сегодняшний день на исполнение приставов находится 488 тысяч производств с совокупной суммой задолженности в 44 млрд рублей. Ежегодно количество дел увеличивается в среднем на 40%, растет и взыскаемость. За неполные шесть месяцев МФО и банкам удалось вернуть более 5,5 млрд. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. Отмечу, немалая часть кредитно-финансовых учреждений пытается, что называется, выбить долги с заемщиков самостоятельно или через коллекторов. С начала года судебным приставам поступило порядка 560 сжалоб, 30% из них на кредитные организации, которые с 1 июля, наряду с МФО и коллекторскими агентствами, тоже могут попасть под санкции за брутальные методы взыскания долгов. Мы на протяжении последних двух лет фиксировали довольно-таки значительный рост жалоб, которые поступали именно по действиям уже кредитных учреждений. Несмотря на то, что это довольно-таки серьезный бизнес, он, в принципе, такие нарушения не допускает, но все-таки мы эти факты фиксировали. И, конечно, с этим связано как раз-таки то обстоятельство, что теперь они попали в сферу действия этого закона, и мы имеем право в отношении указанных организаций, в том числе и возбуждать административные дела. Полное интервью с руководителем Управления Федеральной службы судебных приставов по Башкортостану Ильнуром Махмутовым смотрите сегодня на телеканале РБК Уфа в 19.20. Почти 208,5 миллионов рублей выделили Башкортостану из федерального бюджета на повышенные отпускные и компенсации за неиспользованные дни отдыха медикам и почти 29 миллионов соцработникам. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Всего правительство России распределило между регионами 8 миллиардов 300 миллионов рублей. Наибольшее финансирование получили Московская область – 363 миллиона, Якутия – 362 и Санкт-Петербург – 344 миллиона рублей. Средства выделяются из резервного фонда. Они будут распределены между сотрудниками, которым в 2020 году предоставляли стимулирующие выплаты за работу с больными с коронавирусной инфекцией и дополнительную нагрузку, говорится в документах. Напомню, в 2020 году в Башкортостане на стимулирующие выплаты по COVID-19 медицинским работникам перечислили почти 5,5 миллиардов рублей. Из федерального бюджета было выделено 4 миллиарда рублей, еще полтора из средств республики. За период с апреля по декабрь 2020 года стимулирующие выплаты были предоставлены 25 320 медработникам. Доходы 12% жителей Башкортостана ниже прожиточного минимума. По этому показателю республика занимает 36 место среди других регионов страны. Аналитика опубликована РИА-рейтинг. Еще полтора процента находятся за чертой крайней бедности. По отношению медианных доходов к стоимости минимального набора товаров и услуг у республики коэффициент составляет 1,5. В целом за последние 12 месяцев доходы жителей региона упали в среднем на 4-5%. Относительно лучшей ситуации в Ямало-Ненецком автономном округе, где за чертой бедности оказались около 5% населения. В Ненецком автономном округе и Москве 9,6% соответственно. У ближайших соседей Татарстана и Свердловской области доходы ниже мрот у 6,5% и 9% населения соответственно. 7 миллионов 400 тысяч штук достигло количество выданных банковских карт в Башкортостане к началу апреля. За год их число увеличилось почти в 10 раз, сообщили в Национальном банке по республике. По количеству карт, когда-либо полученных жителями, регион занимает второе место в Приволжском федеральном округе и восьмое в России. Безналичный расчет становится все более популярным благодаря развитию инфраструктуры, онлайн-платежей и программ лояльности. Свою роль сыграла и пандемия коронавируса. За первый квартал количество операций по оплате товаров и услуг банковскими картами выросло по сравнению с тем же периодом прошлого года на 13%, а их сумма на 21%. Безналичные расчеты гораздо удобнее, безопаснее, а в некоторых случаях даже выгоднее для граждан, чем наличные расчеты. В 2020 году доля безналичных расчетов с использованием банковских карт в общем объеме потребительских расходов населения возросла с 30% до 38%. И стоит задача по увеличению данного показателя в 2024 году в полтора раза до 60%. Среди всех выданных в регионе банковских карт 34% принадлежат национальной платежной системе МИР. За год их количество увеличилось на треть и достигло 2,5 миллионов. Держателями карт МИР являются 62% жителей республики. Ну и напомню, с 1 июля такие карты обязаны принимать к оплате продавцы, чья годовая выручка достигает 20 миллионов рублей. Ранее порог был равен 40 миллионам. На проект реконструкции улицы Революционной в Уфе выделят 54 миллиона рублей. Работы профинансируют из бюджета города. Управление по строительству и ремонту дорог и искусственных сооружений мэри Уфы уже определилось с подрядчиком. Контракт заключат с Башкир-Дортранс проектом. Завершить проектно-изыскательные работы исполнителю необходимо до 30 апреля следующего года. Сама реконструкция запланирована на 2023-2024 годы. Общая протяженность улицы Революционной составляет более 2,5 тысяч метров. Согласно документации, опубликованной на сайте госзакупок, в проекте должно быть предусмотрено устройство основной проезжей части, тротуаров и остановочных пунктов, коммуникации, в том числе контактные сети троллейбуса, реконструкцию трамвайной линии. Кроме того, исполнитель должен подготовить план по озеленению и рекультивации территории вблизи проезжей части, а также схему транспортной развязки на пересечении улиц Революционной, Сурупа и 50 лет Октября с учетом размещения стелы «Город трудовой доблести». Это были региональные новости. Я с вами прощаюсь. Оставайтесь на РБК. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин